Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района, самое большое садоводческое предприятие страны, Сад-Ягант в 2017 году вновь собралось идти на рекорд. В прошлом году Сад собрал самое большое урожай фруктов за всю историю существования – 90 тысяч тонн. Несмотря на экстремальное нынешнее лето, предпосылки превысить эту цифру есть. Уже убраны персики и черешня, показавшие рекордную урожайность. Большие виды садоводы имеют на грушу. Сейчас же полным ходом идет уборка яблок. Тему продолжат мои коллеги. 6.0 за мастерство синхронной разгрузки заслужили от жюри в лице нашей съемочной группы водители, управляющие самыми современными тракторами, попавшими в наши сады благодаря программе модернизации, проводимой в Сад-Гиганте. На закупку итальянских и американских специализированных садовых тракторов за два последних года здесь было затрачено более 100 миллионов рублей. Более 75 миллионов ушло на другую садовую технику. Один такой трактор может увезти столько же яблок, сколько вмещается в один КАМАЗ. Только первый легко обойдет второй в маневренности и проходимости. Как объясняет заместитель генерального директора по технологиям и инновациям сад-гиганта Алексей Соломахин, хорошая техника – основа интенсивного садоводства. Она сокращает объем ручного труда, повышает скорость работ, чтобы более чем 2000 гектаров сада вовремя и в полном объеме получили необходимую помощь. В России мы единственное хозяйство, которое сертифицировало и имеет право возить зарубежную, допустим, технику, трактора, в частности из Италии. Есть единственный представитель у нас, это Белорус, МТЗ, производит технику, и ряд его технических характеристик не соответствует требованиям интенсивного садоводства. Он еще, так сказать, немножко не дорос. Проблемы с закупкой техники – это последствия мировой экономической блокады. Но даже санкционное время не властно над развитием науки. В международных научных связях садоводы отмечают даже некоторую интенсификацию. Хозяйство является членом российско-немецкой, например. Это новая, даже, так сказать, пример интенсификации отношений. Является членом российско-немецкой научной группы по садоводству, включающей в себя ряд ведущих университетов Германии, России и флагманские хозяйства. Мы являемся базовым хозяйством этой группы. Наши сотрудники являются членами этой группы. Мы проводим регулярные встречи с российскими учеными совместно, с немецкими учеными. Выезжаем сюда, туда. То есть ряд консультантов, ведущих у нас со всего мира, также приезжает к нам. Выезжаем мы, смотрим насаждение, участвуем в семинарах. Современная техника на службе у садоводов помогает определить, какая помощь требуется тому или иному участку сада даже с высоты птичьего полета. Дроны, которые летают над садом, дают специалистам полную картину того, комфортно ли себя чувствуют деревья. А к ним здесь относятся как к детям. Заботятся, чтобы они вдоволь пили, не страдали от тесноты, не были перегружены плодами, не обжигались солнцем. В этом садоводам помогает специальная сетка. Над зелеными сортами – темного цвета, чтобы не горели. Над красными – белое, чтобы света хватало для ровного румянца. Такой прием в среднем помогает снизить температуру плода на 6 градусов. А еще на яблоки здесь наносят своеобразный крем от загара. Налет на яблоки, который мы здесь видим с вами, это, конечно, никакой не ядрохимикат, не агрохимикат. Это обычная белая глина, называется коалин, которую мы используем для того, чтобы защитить наше яблочко от нашего жаркого кубанского солнышка. То есть она создает просто экран механический и отражает нашу солнечную луча, остужает нам поверхность плода. Но техника техникой, а люди в садгиганте все же остаются главным звеном. Представьте себе, каждое яблоко, а это более сотни плодов с дерева, аккуратно по одному вручную проходит путь от ветки до склада. Такое нежное отношение к фрукту – залог его долгой жизни. Штат хозяйства насчитывает более тысячи человек. В сезон же эта цифра вырастает до двух тысяч. Кроме того, садгигант традиционно является площадкой для студенческой практики. Мы выезжаем, мы приглашаем студентов. Они у нас успешно работают на практике. Многие трудоустроены в хозяйстве. Мы приглашаем всех желающих. Мы открыты. Приходите, покажем, всё расскажем. А рассказывать о современном садоводстве здесь можно бесконечно. Вот, к примеру, сорта яблок. Их в саду выращивают более 70. На территории, где растят яблоки только одного сорта, для перекрёстного опыления используют специальные сорта опылители, обильно цветущие, но имеющие крошечные плоды. Хозяйство практически ушло от старых сортов. Новые не только превосходят их по вкусовым качествам, но и являются более устойчивыми к различным болезням. Благодаря чему требуется меньшее количество фунгицидов. А как следствие, плод становится экологичнее. Выгодное отличие нашего сада в том, что он полностью обеспечивает себя посадочным материалом и покоряет новые территории. Открылось новое структурное подразделение в Ингушетии. Это также успешно развивающиеся закладами хозяйства. Там более 600 гектаров уже заложено. Новых интенсивных садов. То есть мы, выросли в холдинг, являемся, собственно, одним из, я думаю, на сегодняшний день уже самым крупным хозяйством Российской Федерации. По словам заместителя гендиректора садгиганта, всего 10% покупателей отдают предпочтение зелёным яблокам. И здесь конкуренцию Семиренке никто пока составить не может. Консерватизм в пристрастиях тормозит продвижение новых сортов. Востребованность на рынке, продуктивность и технологичность – это три кита, на которых строится стратегия развития сада. И пока эта стратегия позволяет предприятию быть известным на всю Россию лидером производства фруктов в Кубани. Уборка яблок завершится в октябре. И только после этого можно будет говорить о результатах агрогода. Но специалисты уже сегодня прогнозируют, что урожай 2017 года побьёт все рекорды. Мария Климова, Александр Косицын, Сергей Тимовский. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова